Они постоянно думают о том, как сделать их лучше. Так, доброе утро, дорогие друзья. Мы сейчас и в Фейсбуке, и в Телеграме. И в Телеграме мы сейчас, вот, даже я научился записывать. Уже научился и видео видеть, и записывать. Значит, отлично. У нас теперь прямо расширяются возможности технологических платформы ВАИКРА. И, опять же, мы, платформа, ждем очень сильно вашей помощи в распространении уроков. То есть мы сделали то, что могли сделать, и стараемся увеличивать все время наши усилия. Но вы можете делиться уроками, вы можете помогать лекторам, вы можете организовать свой урок, если вы хотите, на нашей платформе. И вы можете поддержать какого-то лектора или специфический урок какой-то, организовать свой, чтобы был посвященный вам, вашим близким, которые ушли, или, можно, вашим успехам здесь, или посвященный любой хорошей, доброй цели. Значит, Тора, она дает огромную силу для любой цели. Значит, мы сейчас изучаем как раз урок Рависка Казильбера, как готовиться к Рошашина. И он вот здесь нам рассказывает историю молитвы, которую мы произносим в Рошашина. Молитва называется «Авину Малкену» – «Папа наш, царь наш, и помоги нам ради себя». Там есть такие слова. И он рассказывает историю этой молитвы. Вчера мы прошли первую часть урока. Значит, началось все с того, что Раби Елизар Бенурканас молился от имени народа Израиля о дожде. Было засуха, не было дождей. И он произнес 24 молитвы, и дождя не было. Вышел Раби Атива и сказал эту молитву. «Авину Малкену» – «Нет у нас Папа наш, царь наш, нет у нас другого царя, кроме тебя. И прости нас, пожалей нас, и дай нам, значит, дождь». И он сказал ради себя. И пошел дождь. Задается вопрос, что Раби Атива был более святой, чем Раби Лезар, более большой праведник. Говорится, нет. Просто у него было качество, которое называется «Амавир аль медатам, мавиримлю аль коль паша». Тот, кто умеет переступить через свои обиды, ему прощаются все его грехи. Вот так вот в Талмуде говорится. То есть, прям небесный голос раздался и сказал, он не был большим праведником, они были одинаковые праведники, или может Раби Лезар был еще больше праведник, у него было больше заслуг. Но вот это качество Раби Ативы, умение не обижаться, умение переступить через свои качества обиды, гнев и так далее, оно делало его молитву сильнее. Теперь дальше задает вопрос Раби Атива, а очень интересно. Значит, получается, что как это работает, что можно быть цадиком, который не прощает молитвы, не прощает обиды, и цадиком, который, да, обращает обиды. То есть, это все и тот цадик, и тот цадик. И приводится пример за Елелем и Шамаем. Было два великих мудреца, они были главы двух школ, школа Шамая и школа Елеля. Эти две школы, это как было две разных торы, у них было два разных подхода. И, значит, рассказывается несколько историй о разнице между подходом Елеля и Шамая. Значит, первую историю мы изучили, когда приходил, два человека поспорили, смогут ли они вывести Елеля из себя. И, значит, один, который хотел вывести его из себя, выждал время самое неудобное. Это было время перед шабатом. И он приходил к нему три раза, стучал в дверь, разговаривал с ним нагло. И, значит, задавал ему вопросы, совершенно неадекватные вопросы. И в итоге Елель сказал, что нет ничего, что может меня вывести в гнев. Нет ничего такого. Значит, это была первая история. Теперь вторая история. Вторая история, значит, приводит Талмуд нам. Пришел один нееврей, пришел к Шамаю, спрашивает, сколько у вас учений. Тот говорит, у нас учений, Шамай говорит, есть устная Тора, есть письменная Тора. Значит, он говорит, я в письменную верю, в устную не верю. Шамай ему говорит, ну, не веришь, не веришь. Уходи, значит, нет такого, нет такого, что ты в письменную веришь, а в устную не веришь. Значит, у нас Тора одна, просто есть в ней часть письменная, а часть устная. Пришел он к Елелю. Елель говорит, хорошо, буду тебя учить. Хочешь учить только письменную Тору? Давай. И начал его учить. В первый день он ему написал еврестий алфавит, сказал это Альф Бадимл Далет Эй. Во второй день он ему написал еврестий алфавит и сказал название букв по-другому. Тот говорит, ты же меня вчера учил по-другому. Он говорит, так ты же в устную тору не веришь. То есть, как можно понять письменную тору без устной? Без объяснений невозможно понять письменную тору. Поэтому ты же видишь, что объяснения обязательно нужны. Это и есть устная тора. Третий случай приводит Талмуд. Пришел нееврей к Шамаю и говорит, сделай меня евреем, но мне некогда заниматься и негде. То есть, некогда и негде заниматься торой, но хочу быть евреем, сделай мне дьюр так. Значит, научи меня всей торе за то время, пока я стою на одной наде. Значит, сегодня бы, конечно, если бы он пришел к реформистскому раввину, его бы научили. И он бы получил бы большое, хорошее удостоверение, табличку, что он прошел дьюр. Но Шамай ему вместо этого сказал, знаете, что он сделал? Написано, он взял линейку. А Шамай был, так я где-то слышал, что он был архитектор. И, значит, он взял линейку. И эта линейка, которая такая архитектурная линейка, как раньше архитекторы ходили, он начал его гнать. Значит, и выгнал его. Равзильбер объяснял так, что он говорит, талмуд не бросается словами. Нет такого, что он просто так написано, линейка. Почему именно линейка? Значит, и отец Равзильбера объяснял это так, что когда я собираюсь строить здание, надо хорошо продумать, все измерить. Для чего здание? Что это будет? Школа или больница? Если это больница, значит, должны быть обязательно, чтобы такие плоские входы, маленькие ступенечки. Если это школа, то должны быть, наверное, большие двери, потому что дети хотят все вместе забежать одновременно в школу и выбежать из нее. Есть нюансы. И разве можно построить здание, не подумав, для какой цели и так далее? И также невозможно принять еврейство, не взвесив все за и против. То есть тут огромная эта линейка, это огромная система, где все очень выверено и связано одно с другим. Тогда этот нееврей пришел к Гелелю, и тот говорит, хорошо, хочешь научиться всей торе, пока ты стоишь на одной ноге? Пожалуйста. То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему ближнему. Все остальное это объяснение этого вот очень важного вот такой аксиомы. То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему ближнему. Значит, Раф Зильбер объясняет так это. Как это понять? Значит, ну понятно, своровать, увести чужую жену, нарушить запретительные заповеди, регулирующие отношения между людьми. Это попадает под категорию поступков, которые, если ты не хочешь, чтобы сделали тебе, не делай другому. Значит, он говорит, ну тут понятно. Значит, если я не хочу, чтобы меня воровали, я не буду воровать. Да, объяснение хорошее. Если я не хочу, чтобы на меня кричали, я не буду кричать. Если я не хочу, чтобы у меня кто-то там вот про жену говорится, увел в жену, то понятно, я не буду трогать жену другого. Но он говорит, а какой этот принцип имеет отношение вообще к заповедям, которые регулируют отношения между Богом и человеком. Например, Бог запретил есть свинину и велел соблюдать субботу и многое другое. Как это сюда относится? Давайте подумаем. Значит, не делай другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе. Бог сказал, что не надо есть свинину. Ну, я хочу есть свинину, например, да, думает человек. И свинья очень вкусная. Я другому хочу дать свинину. Я вообще не против, чтобы кто-то мне дал свинину, я хочу дать другому свинину. Что здесь такого? Он говорит так. Значит, смотрите. Ответ таков. Бог наш друг, как написано в Мишле, своего друга и друга твоего отца не оставляет. То есть, Бог это еще отношение как с другом. И если он тебя попросил не есть свинину, не надевать шерсть со льном, когда ты просишь что-либо сделать, ты ведь хочешь, чтобы твое желание тоже выполнили. Понятно, да? Значит, и еще один есть случай. Понятна эта идея. Гелель, он объяснил вот таким вот очень мягким способом. Он пошел учиться и в итоге стал евреем. Еще один случай приводится. Значит, один еврей проходил мимо синагодии и услышал чтение Торы. Тот читал отрывок из пяти книжек, где перечисляются одежды, которые делают для первого священника, украшая их драгоценными камнями. Он спросил, о, какая красивая одежда. Это для кого? Ему сказали, что это для главного священника в храме. Он говорит, я тоже хочу такую одежду. Я стану евреем и пусть меня назначат главным священником. Такая была, представляете, амбициозно какой человек. Он говорит, проходил мимо синагодии, услышал, что читают, что есть одежда с драгоценными камнями. И захотел такую одежду. Первосвященник, он говорит, я стану первосвященником, давайте. Приходит он к Шамаю. Что сделал Шамай? Шамай оттолкнул его опять этой линейкой, которой измеряют здания. Пришел к Гелелю, тот его принял и сказал, можно ли назначить человека царем, если он не имеет понятия, как управлять государством? Ты хочешь быть первосвященником? Изучай Тору. Дойдем и до этого места. И начал с ним изучать Тору, начиная с книги Берешит. Вначале Бог сотворил небо и землю. Потом учил с ним книгу Шмот. Потом книгу имена, книгу Ваикра. Затем Бемидвар. И дошли в книге Бемидвар до третьей главы, до слов. А чужой, кто приблизится и будет служить в храме, должен быть умершлен. Тот спрашивает, о ком это сказано? Он говорит, о любом еврее, который не из потомков Аарона. Пусть это будет даже царь Давид. Но он примет смерть от рук Бога, если захочет служить в храме. Все. Значит, этот, который празелит, который хотел принять иудаизм. Он говорит, если даже к евреям этот закон действует, так тот, кто принимает еврейство тоже. И он говорит, так получается я не могу быть первосвященником? Елель ему говорит, да, не можешь. Тот говорит, это твоя скромность, Елель. Будь же ты благословлен, приблизил ты меня к Богу. Он ему говорит, спасибо тебе. Спасибо тебе, значит, что ты меня приблизил, что ты меня не оттолкнул и так далее. И дальше продолжается эта история. Случилось, что трое этих деров встретились потом вместе. И они, значит, начали обсуждать, как они пришли к иудаизму. Оказалось, что все трое были ученики Елеля. И сказали они так. Из-за чрезмерной строгости Шамая мы могли потерять наш мир. Мы бы остались язычниками, идолопоклонниками. И Елель своей мягкостью приблизил нас под сень присутствия Бога. Значит, вот такие Равзильберг приводит истории эти все, для того, чтобы объяснить, почему Бог ответил на молитву Раби Ативы и не ответил на молитву Раби Лейзара Бенурканаса. Значит, вы же мы спрашивали, он говорит, почему написано прямым текстом, что Раби Атива не был больше праведник, чем Раби Лейзар Бенурканас. Но он же прощает обиду, а Раби Лейзар нет. Так получается, в этом он и больше праведник. Он отвечает, нет, говорит, это неправильно. Есть путь строгости, как у Шамая. Есть путь мягкости, как у Елеля. Оба они были, как ангелы, блисти ко Всевышнему. И, значит, лишняя строгое Шамая, это не было что-то, вот как качество его характера. То есть, если бы он считал Шамая, что это не хорошее качество, а строгость, он бы его обязательно убрал из себя. Потому что они умели, настолько они знали всю Тору, умели исправлять себя, что Шамай, если бы он думал, что это плохо, он бы это исправил. Теперь Талмуд заключает, что нужно быть скромным, как Елель, и не быть излишне строгим, как Шамай. Но откуда взялась эта излишняя строгость? То есть, Елель считал, что, несмотря на то, что человек некрасиво себя ведет, стоит это пропустить. Шамай же считал, что нельзя каждому подлецу давать насмехаться над Торой и мудрецами, так как это уронит авторитет Торы. Соответственно, значит, они себя вели, соответственно, своим убеждением. При этом они любили друг друга, уважали друг друга. Но каждый был убежден, что в ситуации, когда другой человек делает какой-то неправильный поступок, Шамай был убежден, что нужно ему, значит, строго сказать об этом, и Елель был убежден, что нужно пропустить. Теперь, значит, Равзильбер приводит пример из своей жизни. Он говорит, как-то я ждал автобуса на Центральной Иерусалимской автобусной станции. И был там один человек, который стал мне задавать разные грязные вопросы, нападать на религию, чтобы специально спровоцировать меня. Я сделал вид, как будто я этого не понимаю. И начал просто отвечать ему, это так, а это так, спокойно. Он опять, один вопрос, с другой. Я с ним провел более часа, отвечая на его провокационные вопросы, нападки, и кончилось тем, что он мне рассказал о своих проблемах с женой, а я объяснил ему некоторые законы чистоты семейной жизни и миквы. А если бы я сразу поставил его на место за нескромные вопросы, ничего бы из этого не вышло. Значит, точно так же, как Елель, был духовно не выше Шамая. Раби Атива был не выше Раби Лезера. Почему же дожди пошли после молитвы Раби Ативы, а не Раби Лезера? Тут совсем другая причина. Вот это сейчас вывод из этого урока, очень важный вывод, который касается каждого из нас. Бог ведет себя с человеком так, как себя ведет сам человек. Если ты прощаешь другим, тебе Бог тоже может простить. Не прощаешь, тебя могут не простить. Раби Лезер Бен Уртинас был учеником школы Шамая и был особенно строг. А Раби Атива учился больше у последователей школы Гелеля и прощал другим. Поэтому молитва Раби Ативы была принята скорее. Вот такой вот урок рассказывал Равзильбер каждый год. Он его рассказывал перед Роша Шана. И мне кажется, что в этом сущность вот того суда, через который всем нам предстоит пройти меньше уже через 30 дней. Та мера, которую человек меряет, меряет ему. И если один человек, например, он очень строг к другим, к себе, он очень ну вот очень строг, да? То есть, возможно, он очень большой праведник. Вы знаете, кстати, Раби Лезеру Бен Уркинасу он был один из самых, было всего два самых талантливых ученика у Рабан Йоханана Бен Зака. Так он говорил в Тертьявод, что Раби Лезер Бен Уркинас он как бор-сид, который он как колодец, который не пропускает ни одной капли. Он запоминал всю Тору, он знал абсолютно всю Тору. В итоге Раби Лезер Бен Уркинас вступил в спор с мудрецами, с Раби Юшуа. И в этом споре он доказывал, что закон идет в одном из вопросов по его мнению. Раби Юшуа и мудрецы, они сказали, что нет, мы большинством голосов считаем, что закон идет по-другому. Раби Лезер Бен Уркинас сказал, что нет, значит, я не соглашусь. И ему сделали херам. Херам это отлучение от общины. И он до конца жизни не молился даже в Миньяне. Он жил отдельно, потому что он не мог, вот эта его строгость привела к тому, что к концу жизни его отлучили, несмотря на то, что он был величайший мудрец. И когда он умер, пришел Раби Атива, плакал на его могиле и говорил, что вот умерла Тора. Но реально жизнь его не была счастливой из-за этой излишней строгости. Теперь, значит, Раби Атива же, Раби Атива, он, тоже можно сказать, что он умер не так, хотя ему было 120 лет. И что самое интересное, вот сейчас мы, если эту историю продолжим, когда Раби Атива убивали римляне, и они его казнили страшной казнью и разрывали его такими вот металлическими штуками, и его ученики плакали, и говорили, Раби Атива, говорили ему, как же так, как же так, значит, это Тора, это награда на Тору, за Тору. А он им говорит, эй, вы не понимаете, я всю жизнь об этом мечтал, чтобы отдать душу за Всевышнего. И он сказал, шма-я-сраэль, а-шам-нал-кен-а-шам-ехат, и ушла его душа в небо, значит, это был вот такой вот его был выход из этого мира. Но он сам в этот момент был счастливый. А были еще интересные про Раби Ативу, есть много историй о его позитивизме. А только сейчас вот они у меня все связались, когда, например, он шел в один город, и он остался ночевать, ворота были закрыты, у него там огонь потушил свечку, петуха, который у него, он ходил с петухом, это будильник его был, значит, петуха его съела лисица, осла его загрыз леву, значит. Он лег спать, и в это время, и он говорит, все, что с ним случалось, он говорит, а коли тува, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему. Утром, короче, он просыпается, город разграбили бандиты, и всех убили. Он говорит, вот это, вот это, вот говорит, действительно, как Всевышний меня спал, если бы я был в этом городе, значит, или если бы хотя бы петух был, и осел, или свечка горела, меня бы тоже эти бандиты нашли бы. А так, еще одна история про него интересная, когда он вместе с двумя мудрецами стоял и видел храм, место, где была храмовая гора, которую разрушили римляне. И когда он стоял на этом храме, то было интересно, на этом месте они плакали, а он смеялся. Они говорят, почему, почему ты смеешься? Ведь ты видишь, где была святая святых, разваленный, и там лисица бегает. А Раби Атива говорит, так это же отлично. Он говорит, есть пророчество, что храм будет разрушен, и есть пророчество, что он потом будет отстроен. Так, теперь я вижу, что если сбылось первое пророчество, что он разрушен, так значит сбудется и второе, что он будет отстроен. И он, значит, радовался тому, что храм будет отстроен. То есть Раби Атива действительно он символ вот такого позитивного, мягкого взгляда на мир, в котором он оправдывает всех и оправдывает, естественно, он ни в коем случае не может выступать против Всевышнего. Поэтому он со Всевышним, он все время в одной команде, он все время со Всевышним. А как может Всевышний судить того, кто с ним в одной команде? Он как бы не может такого судить. Вот, мне кажется, в этом секрет Раби Ативы. Амиавир Альмедатав, кто-то, вступая через свои качества, не злится, не обижается, не цепляется, то тому прощают все его грехи. И понятное дело, что у другого, у кого-то может быть грехов намного меньше. Вот спрашивают, почему есть люди-цадники такие, они, ну вот, стараются-стараются, и у них очень много в жизни неприятностей. А другие есть, которые, ну, меньшие-цадники, меньшие-праведники, но у них прямо все хорошо. Значит, может быть, поэтому, потому что мера, которая судит человека, как, знаете, один судья такой строгий, у него плохое настроение, и пришли к нему там кого-то судить, да, он сделал какую-то простую вещь, но судья, если он сейчас в настроении, в таком строгом, да, он в прокурорском настроении, то он за самую простую вещь всегда есть разброс, как судить, там, от года до пяти за это преступление, да, но что дать, год или пять, это уже решает судья. Обычно в суде прокурор обвиняет, адвокат защищает, но в человеке, у него внутри есть тоже и прокурор, и адвокат, и в каждой ситуации ты включаешь, когда обычно, ну, что-то делаешь ты, то ты включаешь адвоката, то есть любой человек умеет очень хорошо себя оправдывать, но когда, если ты судишь другого, то ты включаешь обычно прокурора, но тут вот как раз в этом и есть и нюанс, что когда ты судишь другого, ты досудишь себя, то есть тебе кажется, что когда ты себя оправдываешь, что ты в этот момент выигрываешь, но тут как раз наоборот, когда ты оправдываешь себя, то в этот момент ты лишаешь себя возможности что-то исправить, когда ты осуждаешь другого, то ты в этот момент судишь себя, когда ты оправдываешь другого, в этот момент ты оправдываешь себя, вот такая вот схема. Все, я очень желаю каждому из нас удостоиться в Роша Шану, в суде мы знаем, как удостоиться, чтобы у всех был хороший год, благополучный, здоровый, добрый, веселый, полный любви, шалом в душе, шалом в семье, шалом в мире, и чтобы было у нас благословение во всех хороших, добрых делах, и чтобы мы достигли это благословение очень простым, приятным путем. Та мера, которую человек меряет другим, чтобы ему меряли с неба. То есть делай благословение для других, и Всевышний будет благословлять тебя. Все, спасибо Юрии Разумный, вот он мне все время желает, желает 600 триллиардов долларов США, спасибо Юрии, я думаю, что Всевышний услышит, амень, амень, чтобы он услышал вашу молитву, и я бы очень бы хотелось, чтобы мне дали, сколько он мне желает, 300 триллионов, 600 триллиардов, триллиардов. Участников этого урока подарить минимум по миллиону долларов, минимум. Только мне нужно 600 триллиардов. Все, спасибо Юрия, спасибо. Благословляющий будет благословлял. Субтитры сделал DimaTorzok